В Одесском литературном музее презентовали выставку, приехавшую в наш город из Берлина «Жить или писать?» Варлам Шаламов. Треть своей жизни он провел в сталинских лагерях и ссылках. Варлам Шаламов известен как острый публицист и писатель, главной темой творчества которого было изобличение системы ГУЛАГа. На выставке представлены личные документы Шаламова, его фотографии, отрывки из документальных фильмов о нем, газетные статьи и плакаты, а также судебная документация, протоколы допросов и даже фотографии тех людей, которые писали на Шаламова доносы. «Жить или писать?» Варлам Шаламов. Так называется передвижная выставка, прибывшая в наш город из Берлина. Почему именно в Берлине появилась такая выставка? Все очень просто. Всю свою жизнь этот человек посвятил тому, что писал о ГУЛАГе, причем писал о своей жизни, приведенной в лагерях и ссылках. Жизнь и творчество этого автора – это такие же ценные и точные свидетельства страшных преступлений 20 века, как, например, дневники узников Холокоста или блокадников Ленинграда. О связи ГУЛАГа и Освенцима говорил и сам Шаламов, который считал, что об этих явлениях нужно думать как о едином целом, не приравнивать их друг к другу, а сопоставлять. Более того, Шаламов вошел в литературную историю как резкий оппонент Александра Солженицына. Последний призывал к непротивлению и ненасилии. В произведениях показывал, что и в самых страшных условиях можно радоваться жизни и оставаться человеком. У Варлама Шаламова была другая точка зрения. Куда более жесткая, он считал, что ГУЛАГ никогда ни при каких условиях не может быть положительным опытом. Он отнимает у человека все, что делает его человеком. Принципы, ценности, саму жизнь. Об этом говорит вся представленная на выставке экспозиция. И содержит, может быть, достаточно полный, очень интересный рассказ о жизни выдающегося писателя, настоящего глубокого писателя Варлама Шаламова. Эта выставка, это и хронология, это и его жены, это его отсидка в лагерях, это документы, это изумительные, страшные документы времени. Вот письмо к Сталину, дорогой Иосиф Виссарионович. Мы знаем, что эти письма в 99 случаях из 100 не только оставались без ответа, но приводили к еще более печальным последствиям для людей, которые обращались к Сталину с подобными письмами. В советское время, разумеется, произведения Шаламова почти не публиковались на Западе, особенно во Франции. Его имя было широко известно среди читающей публики. Более того, в 1980 году писатель получил известие о присвоении ему премии французского пэн-клуба. Его слово звучало мощно и остро. Оно ранило в самое сердце, оставляя надежду на жизнь. Как писал сам Варлам Шаламов, мои рассказы – это в сущности советы человеку, как держать себя в толпе не только левее левых, но и подлиннее подлинных, чтобы кровь была настоящей, безымянной.